всем привет сегодня у нас очередная распаковка 1 2 3 4 5 6 7 8 посылок посылки из джейди есть есть алиэкспресс есть наверное gear west ну давайте распакуем все и посмотрим что же нам пришло и так распаковали и давайте по очереди на все посмотрим первое что я хотел посмотреть давайте начнем с чехла чехол для redmi 5 плюс вот такого телефона смартфона покупался на алиэкспресс я не помню какие деньги но сейчас давайте померяем посмотрим то есть черного цвета вот в таком пакетике пришел упакован довольно таки неплохо вот такой вот да неправильно делаем вот пластик такой что если его ударить где-то он треснет вот расколется то есть такого софт пластика сделано очень приятный на ощупь отпечатки на нем не остаются это тоже классно вот но уже не несколько таких чехов которые у нас были у меня у жены был она ударила в уголок уголок отломился отломилась кнопка то есть они при малейшем падении или ударе они лопаются отрезкаются и так далее вот но тут она сидит удобно все если аккуратно пользоваться но выглядит стильно матовый такой цвет стильно аккуратно и хорошо давайте продолжим с машинки вот такая вот машинка покупал ее для сына вот открываются двери открывается капот давайте на другую камеру покажем посмотрим все это вот открывается капотик здесь там у нас какой-то диодик вот открываются двери и здесь у нас какие-то батарейки вставлены поэтому мы сейчас но кнопки включить выключить я что-то не вижу совершенно вот нигде ничего не включается поэтому я думаю что включаться он будет после того как мы снимем защиты батарейки здесь ну есть как бы то для вытянуть защиту но самым но ее собой нету этой защиты вот поэтому сейчас мы включим и возьмем отверху и проверим здесь вообще нет батареек могли бы и вставить батарейки вообще нет батареек поэтому и не было защиты потому что зачем она нужна если обратно и изъедет неплохо то есть на слайд неплохо шел три батарейки r44 или как они там 11 54 а есть еще и на 44 но по размерам они одинаковые вот я не знаю насколько они хорошие насколько они заряжены и не заряжены вот но попробуем их батарейки слабы поэтому тико играет я думаю если вставить хорошие батарейки он будет играть намного громче ладно дверь закрываем открываем И другая мелодия. Вначале была Gangnam Style, а теперь другая мелодия. А ну другую дверь. Gangnam Style опять. Ну и давайте капот откроем. А вот капот ничего не проигрывает. У него просто там есть диодик, который подсвечивает лампы и все. Классная игрушка, вся металлическая. Куплю батарейки, подарю сыну. Я думаю, он будет доволен такому подарку. Можем здесь. Так, далее вот такая вот сумка. На планшете Луна ноутбук для 14-дюймового ноутбука. Я купил 5-ласс F7, но он еще не пришел. Параллельно с тем, как я его купил. Ну как бы, он уже доставлен, но мне еще его не привезли. Вот так вот выглядит чекольчик обычный. Знаете, материал как у костюма у водолазов. Не знаю, как он называется, материал. Вот такой, похожий. Не он, конечно, но на ощупь похожий. Хотя, может и его. Вот такая вот сумочка. Я не знаю, успеет ли прийти ноутбук до времени, когда я буду выпускать это видео. Но если придет, я, конечно, добавлю кусочек видео, как он сюда помещается. Если нет, то тогда уже будем в распаковке ноутбука, снимем, как он помещается в эту сумочку. Сумочку откладываем. Далее. Далее у нас тряпочка JD уже была у нас. Отличная тряпка впитывает влагу, вообще мгновенно. То есть, и какие-то некоторые капли, она сразу так вщик и все, и стирается. Спрашивали, цепляется ли она к заусенкам на руках. Вот у меня есть заусенки такие на руках, и она реально цепляется. То есть, неприятно цепляется. Вот. Но воду она вытирает классно, руки после, висит у меня на кухне такое полотенечко, и руки после того, как я помыл там, или помыл посуду, или еще что-нибудь, вытираю именно в него. Классное полотенечко. Вот эти вот синие тряпочки, которые покупались на GearBest, все ушли в небытие. То есть, ну, мы ими пользуемся, но они такие, более черную, чернушную работу делать. А вот на кухне, для того, чтобы вытереть руки, или вытереть стол от влаги, вот этими используемся. То есть, я их накупил, должно еще прийти 2 или 3 штучки. Классная тряпочка, я ее могу советовать. Вкладываем. Далее, давайте посмотрим, вот эти вот штуки. Это напульсники. Пластиковая вот здесь бабочка, вот здесь вот такой вот цветочек. Вот такие вот фенечки. Это в подарок положили. В подарок вот таким вот напульсником. Один покупал один для себя, второй для жены. Мы бегать начали. И действительно, сейчас летом, одежды мало, и телефон некуда, когда ты бегаешь, телефон некуда положить. И поэтому я купил там перчатки у нас еще в обзорах есть. И купил себе вот такой вот, посмотрел обзоры. То есть, сюда должен помещаться 5-гюймовый телефон. Вот. Такое маленькое тут место, кстати. На кнопке, закрывается на кнопке. Вот, смотрите, давайте посмотрим поближе. Вот. То есть, затягивается. Но мне кажется, что мой телефон сюда может не поместиться. Давайте посмотрим. Так, телефон. Телефон, телефон, телефон. Вот. А, нет, помещается, но тука заходит. Так. Вот. Тука заходит, но здесь можно управлять сквозь эту пленочку. Поэтому можно и звук переключить. Ну, я слушаю через Bluetooth динамики. Давайте посмотрим. Защелкнем. То есть, вот телефон. Давайте запланируем его. Вот здесь вот такое вот отверстие, наверное. Ага. Просто для того, чтобы дышало. То есть, оно здесь можно управлять. Они просто не отодраны, вот эти штучки для управления. Вот. Но оно, скорее всего, рассчитано на другой смартфон, потому что качелька тут для качельки громкости вырез. Тут наоборот, а здесь для включения где-то вырез. Но и без того оно чувствуется, куда что нажимать. У меня громкость эта. То есть, он подходит. Главное, что он по размеру подошел. И теперь можно его куда-нибудь на руку зацепить. Это кусочек, только маленький, для этой лягучки. И мы, получается, вот здесь, допустим, на эту часть руки мы не сможем его. То есть, нужно только там, где будет больше диаметр руки. То есть, на плечо, на предвлечье. Вот. Вот так мы зацепили. И погнали вверх. Кстати, держится неплохо. Вроде не спадает. Далее. Осталось вот несколько вот таких вот мелких штучек. Давайте сейчас посмотрим на них. Вот это вот я не помню откуда. По-моему, ну, насколько, если не изменяет память, то это за фул, наверное, магазин. Но я не помню. Будет точно ссылка прямо на этот товар в описании к видео. Поэтому, если интересно, посмотрите, где я взял. Я добавлю также ссылку на скидку, по которой покупал. Вот. Понравилось мне то, что... Вот. Ага. Две батарейки. У меня таких нету двух батареек. Это CR2032, которые используются в компьютере. Но мне понравилось, что вот такая она компактная, маленькая. Были у нас уже большие из Gearbest. Вот. Метр. И на этом метре, ну, не знаю, штук 10, наверное, диодиков. Вот. И последнее. Это вот такая вот штука. Это раскладной нож. Раньше их продавали по 3-5 баксов. То есть, ну, я как бы... За кусочек пластика никакого желания не было тратить 5 баксов. Поэтому я раньше такие не покупал. Вот. Сейчас он продается за... Ну, я не помню. То ли до доллара. Ну, что-то до доллара было вроде. На GD я покупал. Вот. И я купил... Да, под 99 центов. На GD два штучки я купил. Давайте попробуем открыть. Вот так вот он открывается. Вот так. И как же он тут теперь? Ага, вот. И... Как его дальше защелкнуть? Вот так. Нет. Ага. Вот здесь подберем. Вот. То есть, вот здесь вот дырочки защелки, в которые он щелкивается. И получается вот такой вот ножик. Можно его положить в кошелек, да. Он тоненький, как... Ну, наверное, как три кредитных карты по толщине. Может, две. Вот. Ну, то есть, можно его положить в кошелек или куда-нибудь в задний карман. И при необходимости сложить. Ну, и давайте посмотрим, как он режет. Ну, режет слабовато. Вот здесь вот, когда ты придерживаешься, оно расходится немного и люфтит. Вот. Но режет нормально. То есть, я посмотрел, вот бумагу режет хорошо. Заточен неплохо. Заточен неплохо. Его немножко здесь... Да, хорошо заточен. Немножко приржавел он, или мне кажется, или просто это... Нет. Да, это немножко такая... Подтемнение от ржавчины, наверное. Ну, я думаю, там немножко пройтись камушком. И будет вообще классно резать. Вот такая вот штука. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок! Субтитры сделал DimaTorzok